Возможно, в этой части света, если я скажу «молитва», люди сразу же подумают, что надо усесться и обратиться с чем-то к кому-нибудь там наверху. Кто-то из вас знает простые молитвы на английском, кто-то — сложные молитвы на латинском, арабском языках, на санскрите, какие угодно молитвы. Но, к сожалению, молитва воспринимается как своего рода междугородний звонок. Молитва — это не действие, это определенное качество, которое вы привносите в свою жизнь. В 1860-х годах в центральную часть Индии, которая сейчас называется Мадья-Брадеш, прибыли миссионеры. Они зондировали почву в районах племен, потому что именно там находились те, кого потенциально можно было обратить в свою веру. Затем они услышали о неком йогине, которому шли тысячи людей. Они подумали, что он построил что-то вроде церкви, раз там собираются люди, и решили пойти посмотреть. Конкурент, понимаете? Они отправились туда. Когда они пришли, то не поверили своим глазам. Там не было никакой церкви, не было даже здания. Этот йогин просто сидел под деревом. У него не было ничего, кроме набедренной повязки. И он выглядел так, как будто не стоит никакого внимания. Это их немного ободрило. Да, не слишком опасный конкурент. Но потом они заметили, что к йогину приходят сотни, тысячи людей. Тогда они удивились, что здесь происходит. Наверное, он обладает какой-то силой. Когда им удалось с ним поговорить, они спросили, «Каким молитвам вы обучаете?» Он посмотрел на них и засмеялся. «А, вы священнослужители. Вы усердно молитесь, не так ли?» Очевидно, что вы много молились в своей жизни. «Сегодня. Просто посмотрите на молитву. Не молитесь, а просто посмотрите». Они возразили, «Как можно увидеть молитву?» Он ответил, «Просто посмотрите на меня сейчас». Йогин взял овощи и начал их резать. Он сказал, «Это моя молитва. Просто наблюдайте за ней. Очень внимательно наблюдайте за ней. Это и есть молитва». Молитва — это не только слова. Молитва — это способ задействовать все тело и привести его в определенное состояние восприимчивости, состояние видения. Молитва — это, по сути, возможность увидеть, насколько незначительно ваше присутствие здесь. Вы всего лишь пылинка в мироздании. Завтра утром, если вы исчезнете, никто не будет скучать по вам. Некоторые из ваших близких поплачут три дня, а потом забудут о вас. Остальное существование прекрасно обойдется и без вас. Все это исчезнет. Но мир продолжит чудесно существовать, а может быть станет лучше. Не так ли? Если вы отбросите эту необоснованную важность, которую вы создали внутри себя, тогда вы в молитве. Если у вас получится отложить в сторону важность, которую вы на себя напустили, то вы окажетесь в молитве, и не нужно будет ничего говорить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok